Слава Богу за всё! Так назывался благотворительный концерт краснодарского коллектива «Аларга», который они дали в Ханты-Мансейске. Ребята презентовали свой первый альбом на диске из десяток произведений, но на одном они заострили особое внимание. О, Господи, Боже, Ты мой, меня ты прости! Автором слов и музыки является никто иной, как Владыка Павел, митрополит Ханты-Мансейский из Сургутской, конечно, в зрительном зале. Эта исповедь была написана им почти 20 лет назад в самолёте по дороге в Святую Землю Иерусалима. Но, видимо, так было угодно Богу, чтобы песня зазвучала только сейчас. Священнослужитель бережно передал её своим друзьям, группе «Аларга», о чём ни на секунду не пожалел. Они повторили, они ничего добавлять своего не стали. Как вот она была положена, музыка, они её так и исполнили. Дружба между «Митрополитом» и группой «Аларга» завязалась около года назад. Трое молодых людей являются победителями битвы хоров. Колесят с гастролями по всей стране перепевают старые хиты. Собственных песен до этого момента у них не было. Исповедь, подаренная «Митрополитом», стала первой и изменила взгляд ребят на музыку. Какие-то чистые парни. Вот никакой в них пошлости нет, никакого смысля какого-то. А открытые, хорошие ребята. Сегодняшний концерт – это как бы немного новый формат работы, поскольку мы больше построены на весёлой, жизнеутверждающей музыке, на позитивной. Здесь немножко больше было классики и больше было духовной музыки. Немножко другой формат. Но мы тоже увидели, что народ хорошо принимает, чему мы очень рады. Для главы ханты-мансийской епархии песня стала своего рода подарком ко Дню Ангела. Праздничная служба, посвящённая небесному покровителю Владыки, прошла в Кафедральном Воскресенском соборе. Вместе с митрополитом во Всенощном в Дении приняли участие служители югорских храмов, а также из других регионов России. Не остались в стороне и прихожане. Недавно совсем был день рождения Владыки. Исполнился ему 61 год. Мы всё очень рады, что сегодня мы прикоснулись к этой молитве совместной. И вместе с детьми, с обучающимися нашими, молились и за его здравие. Он ежечасно, ежедневно молится за нас. Мы ему очень благодарны в этом. Мы его очень любим и чтим. Чуть ранее с Днём Небесного Покровителя митрополита поздравил и депутат Окружной Думы Владимир Семёнов. В крещенские праздники владыка провёл службу в Пойковском храме. Священнослужителя с органами власти связывают не только многолетняя дружба. Вместе они открывали в поселениях района храмы и часовни. В ближайшем будущем церкви должны появиться в Сингапае и Кутьяхе, чтобы возможность сказать «Слава Богу за всё» была у каждого верующего. Субтитры создавал DimaTorzok